Фермеры продолжают бороться за урожай. Уборочные компании в Казахстане в этом году мешают затяжные дожди. По информации Союза поливода, в некоторых областях появились окошки. На счету каждая секунда, о какой поддержке просят аграрии, расскажу прямо сейчас. Меня зовут Ильяр Даутов. Здравствуйте. О погектарных субсидиях просят фермеры, чей урожай пострадал в этой уборочной компании. В Союзе поливодов предлагают рассчитать их на основе данных Казгидромета по температуре и осадкам. Медлить нельзя, отмечает председатель объединения Виктор Асланов. Настал налоговый период, и фермерам пора платить по счетам. Кроме этого, у многих долги за технику и удобрения. Собранный урожай не годится для продажи, говорят в Союзе поливодов. А у фермера нет денег, потому что он либо еще не получил урожай, либо получил, но он некондиционный, то есть он не может его реализовать и не сможет никогда реализовать. По сути, он получил мусор, который никому не нужен. Ветеринары предостерегают, чтобы его ни в коем случае не давали на корм скоту, потому что там включается уже биологический процесс, там грибковые всякие образования. Пророщенное зерно наблюдается почти на трех миллионах гектарах земли, что составляет 15 процентов от общей площади посева в Казахстане. Рабочие комиссии объехали все пострадавшие регионы, чтобы определить масштаб последствий. Напомню, об этом стало известно на заседании правительства. Министерство энергетики выделит дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна. Холдинг-битерик реструктуризирует долги по кредитам. Также без каких-либо штрафов пролонгируют товарные займы по линии проткорпорации. Погодные условия признают форс-мажорным обстоятельством. Однако аграрии опасаются, что все затянется и хозяйства не смогут выстоять. Потому что деньги нужны здесь сейчас. А многие меры у нас, особенно с учетом нашей неповоротливости, нашей госмашины, придут через месяц-два. Одной из мер обсуждалась выдача задолженности по субсидиям. Некоторые наши участники даже не получали уже полтора года. То есть вот задолженность перед некоторыми хозяйствами, можно даже сказать перед многими, полтора года. Полтора года он субсидий не видел. И вот даже долги, мы даже долги не можем, потому что мы опять упираемся в какие-то проволочки. До двух миллионов тонн ежегодно доходит серый импорт зерна из России. Его ввозят в страну без уплаты НДС. Это удар для тех, кто работает по правилам. Занижаются экспортные цены. Серая пшеница дешевле легальной на 5-10%. Ранее в Союзе зернопереработчиков сообщали, что в прошлом сезоне ввезенную неофициально российскую пшеницу начали активно реэкспортировать, чтобы перекрыть путь нелегальному импорту. Министерство сельского хозяйства на полгода продлило запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом. Мера не распространяется на лицензированный ввоз зерна для элеваторов, зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий. Табу не действует на транзитные перевозки через территорию нашей страны. Во всем мире падает спрос на экспорт товаров. Одновременно с сейсом вверх идут инфляция и процентные ставки. Увеличиваются расходы на услуги. Об этом сообщает Financial Times. По данным World Trade Monitor в июле объемы мировой торговли падали самыми быстрыми темпами со времен пандемии. Снижение превысило 3% годовых. В июне спад составил более 2%. Индекс деловой активности от S&P Global, отслеживающий новые экспортные заказы, также резко сократился в августе и сентябре в США, Еврозоне и Великобритании. Пока не появятся доказательства, насколько эффективны жесткие меры борьбы с ростом цен, центральные банки не станут сокращать ставки. 120 тысяч тенге составляет средний размер совокупной пенсии в Казахстане. В стране насчитывается более 2 миллионов жителей преклонного возраста, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. С начала года им выплатили пенсии более чем на 2 триллиона тенге. Напомню, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа, участия в системе. На этом у меня все по традиции в завершении курс валюты и итоги торгов на казахстанской фондовой бирже. Таким был деловой обзор сегодня. До встречи.